Друзья, сегодня приготовим вкуснейший салат, который заменит вам полноценный обед. Картошечка, селедочка, соленый огурчик с лучком, да пахучая заправочка, которую потом можно помакать черным хлебушком. Впереди выходные, советую всем приготовить. Друзья, всем привет! Вы на канале Кукин Бранч и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне мы приготовим вкуснющий салат. Я бы даже сказала, всем салатам салат. По рецепту он называется зимний, но я бы его назвала и зимний, и осенний, и весенний, и даже летний. Потому что он у нас готовится из простейших продуктов, но вот которые мы все любим. Ничего заморского здесь нет. Захотелось вам чего-то вкусненького. Заглянули на мой канал. А тут я, здрасте, пожалуйста, со своим салатом. Давайте же скорее готовить. Для начала нам понадобится картофель. Его нужно будет либо отварить, либо запечь. Я уже запекла в фольге. До готовности запекаем в фольге, остуживаем. И сейчас его будем очищать. Разворачиваем фольгу. И чистим картошечку. Картошку почистили. И пока отставим в сторону. Берем салатник побольше. И будем готовить соус. Для соуса мы возьмем половину лимона. И нужно выдавить из него сок. Сок будем выдавливать через ситечко. У меня лимон сочный. Я думаю, пару столовых ложек мы с вами сюда надалим. К лимонному соку я добавляю столовую ложку сахара. И 4 столовые ложки растительное масло. У меня подсолнечное, пахучее растительное масло. Наливаем сюда и размешиваем. Соль я сразу не добавляю. Если вам соли будет мало, то тогда по вкусу. Потому что у нас здесь будут огурчики соленые и слабосоленая селедка. Это все размешали. И теперь нам нужно еще добавить горчицу в зернах. Если нет горчицы в зернах, можно добавить обычную, любую горчицу. Тоже столовую ложку. И размешиваем. Это у нас с вами получился соус, в котором мы будем готовить салат. Прямо сюда в салатник. Теперь будем все складывать, выкладывать. А соус у меня уже прям слюнки бегут. Очень вкусный пикантный соус мы с вами сделали. Картошку разрезаем пополам. И будем нарезать крупным кубиком. В идеале сюда подходит мелкая картошка. Вот такого размера примерно. Ее можно прямо целенькую бросать. И вот каждую половину я разрежу на 6 кусочков. На 6 частей. И теперь нарезанную картошечку высыпаем в салатник с соусом. И размешаем. Картошечка у нас пока будет пропитываться соусом. Всеми этими вкусностями. А мы нарежем огурчики. Берем 300 граммов вкусных соленых огурчиков. И будем их нарезать. Мои огурчики не крупные, мелкие я бы даже сказала. И я их буду нарезать просто кружочками. Толщиной примерно пару миллиметров. И нарезанные огурчики также отправляем в салатник. Но уже теперь картошки. И давайте еще раз перемешаем. Еще нам для салата понадобится лук. Один салатный лук среднего размера. И его я тоже нарежу крупненько. Крупными кубиками. Нам нужно нарезать еще селедочку. У меня полкилограмма 500 граммов филе сельди. И ее тоже нарежем вот такими крупными кусочками. Примерно 2 сантиметра. Кусочки селедочки тоже высыпаем в салат. Не знаю как у вас, друзья. А у меня слюноотделение. Так и хочется уже попробовать. Нам осталось совсем чуть-чуть. Добавляем еще сюда вареную фасоль. У меня одна баночка. Здесь 300 граммов. И перемешиваем. Ну что, друзья. Нам осталось нарезать только зелень. Я взяла 30 граммов зелени петрушки. И сейчас все меленько нарежу. Ну вот, собственно, и все, друзья. Не буду вас долго томить, потому что мой оператор уже стоит здесь в полуобморочном состоянии. От такой вкуснотищи. Насыпаем петрушечку. Последний раз размешиваем. И можно уже будет подавать и пробовать. Из простых продуктов, а главное еще и быстро, мы с вами приготовили вот такую вот вкуснятину. Давайте скорее я ее попробую уже. Селедочка с картошечкой. Да с огурчиком солененьким. Лучок. Заправочка с горчичкой. Но это так все вкусно и пикантно. Говорят, что если он останется на второй день, то он станет еще вкуснее. У меня ни разу так не получалось. Он съедается у нас за раз, потому что очень вкусный. Если вам так же вкусно, как и мне, делитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки. И чтобы не пропускать новинки на моем канале, подписывайтесь с колокольчиком. А я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok